Пространство улиц не хватает для растущего количества автомобилей. С этой проблемой знакомы жители всех крупных городов России. Если в 2008 году в Рязанской области стояло на учете 382 тысячи машин, в 2015 году их количество приблизилось к полумиллиону. Но загруженные дороги – это еще не все. Автомобили надо где-то ставить днем на то время, пока владелец работает, ночью на то время, пока он спит. В настоящее время жители города Рязани используют свой личный транспорт. Каким способом? Это персональная доставка одного человека на автомобиле до места работы. При этом используется дорога общего пользования, и один в среднем автомобиль занимает площадь от 8 квадратных метров дорожного полотна. Теперь можем арифметическим способом посчитать, что одна треть населения города Рязани имеет в собственности транспортные средства и использует их для передвижения на работу. Вот теперь можно представить 150 тысяч умножить, допустим, на 8 квадратных метров. Это примерно то, что сейчас неэффективно используются дороги нашего города. В советские годы каждый автовладелец старался приобрести или построить гараж, потому что оставлять машину под открытым небом означало тогда угробить ее. Площади, выделенные под установку металлических или строительство капитальных гаражей, к 1987 году превышали 1% территории города. Но потом, в связи с развитием антикоразийной обработки, россияне перестали заботиться о приобретении крыши для авто. Префектура, администрация, Дума, вы в первую очередь сможем грамотно подойти к вопросу организации парковки. И вторым пунктом для себя я отметил, это как раз штрафы, которые будет налагать наша префектура на тех недобросовестных граждан, которые даже при наличии парковочных мест на твердом покрытии и все равно ставят под окно в грязь, тем самым нарушая все возможные нормы действующего законодательства. Несколько лет назад на улицах Рязани резко выросло загрязнение дорожного полотна. Это бездомные автомобили стаскивали на своих колесах землю с газонов во дворах после каждого дождя. Городские власти просто обязаны были что-то сделать. Вот, в частности, за мной мы видим территорию, которая заставлена машинами. И то, что раньше было зеленой зоной, теперь представляет собой месиво из грязи, пыли, мусора. Все это вывозится потом на пешеходную площадку, на пешеходную дорожку, на которой мы стоим. Мы защищаем детские площадки, клумбы, цветники. Несколько лет подряд разъясняли жителям многоквартирных домов, приехавшие по их звонку сотрудники административно-технической инспекции. Но принимать меры к каждой машине, которая стоит не там, у них не хватит ни людей, ни времени. Впрочем, при появлении на улицу города первого эвакуатора многие тоже считали, что с гигантским количеством нарушителей не справятся и 10 машин. Но через некоторое время выписываемые штрафы все-таки принудили водителей прекратить нарушение правил. Работа ведется ежедневно. Работаем мы с утра и до вечера по заявлениям граждан и по плановым объездам территории. Работаем мы как на внутридворовых территориях, там, где земля муниципальная, то есть не оформлен в общую долевую собственность. Также работаем в основном по центральным улицам, по внешней стороне домов. Префектуры и территориальные подразделения городской власти фактически признали, что они тоже включаются в борьбу с теми, кто распахивает газоны и детские площадки. Вот покажите мне, где я могу встать. Вот напротив, пожалуйста, становитесь, видите, да? Вот напротив, там уже знаете, сколько машин побеги. Нет, вот прямо сейчас перед вами стоит. Вот там ставят машины, а загоняют в пятерку, значит, большие машины и задевают. Я вот из окна вижу. Вы сейчас заехали в зеленую зону, имея свободное асфальтовое место. Вот вы почему сюда заехали, объясните. Вот заезжайте свободно, вон она стоит, место. Ну а где здесь зеленая зона? Здесь что, посажен что-нибудь или это? Конечно. Здесь грунта даже нет, здесь глина. Посмотрите направо. Здесь глина. Ну вы ее такой сделали. Мы фиксируем, составляем акт, устанавливаем собственников автомобилей и приглашаем их в префектуру для составления протоколов. Если человек не является составлением протоколов, протокол составляет в его отсутствии. И, соответственно, изучается по почте. Заседание административной комиссии проводится еженедельно, а рассматривается каждый раз примерно по 20 дел. Смотрим статистику за первый квартал 2016 года. 288 нарушений, почти 30% от всего количества. Это протоколы по фактам, связанным с заездом автомобилей в зеленые зоны и стоянкой транспортных средств на запрещенных земельных участках. Общая сумма собранных городом административных штрафов – 1 миллион 568 тысяч рублей. И примерно треть этих денег взята за неправильную парковку. Но если где попало, парковаться нельзя. Надо же объяснить и показать людям, где это делать можно. Пока чиновники призывают жителей самостоятельно оборудовать площадки и регистрировать их. Года три назад мы ее своими силами облагородили под парковку. И вот три года у нас не было проблем с этим никаких абсолютно, пока не пришли штрафы. И вот с этого момента мы задались вопросом, что нам надо приватизировать предваровую территорию. Там, где земельные участки собственниками оформлены в собственность, здесь вопрос можно решить гораздо проще и безболезнее. То есть, собственники принимают решение общим собранием и определяют, какая часть территории может быть использована под парковочные места. Что же касается парковки около мест работы, крупных предприятий, учреждений, офисных и торговых центров, то здесь городские власти планируют даже немного подзаработать. В центре Рязани решено развивать платные парковки. Всего в начале апреля 2016 года на карте города можно было найти 44 участка, где предлагали поставить автомобиль под охрану за деньги. Но все они были частными. В будущем должны появиться и муниципальные. Рассматриваются еще и дополнительные варианты создания парковочных мест. В том числе инновационные способы. Это некие роторные парковки. Они, как правило, используются за рубежом, но есть уже российские аналоги, которые занимают по своей площади земельный участок, это два машинного места парковочных. Собственно, могут на этих двух машиноместах парковаться более 12 автомобилей. В конце прошлого года Рязанская городская дума внесла изменения в порядок создания и использования парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования. Депутаты утвердили максимальный размер платы за пользование платной парковкой – не более 35 рублей в час. Эти деньги могут попросить только на 41-й центральной улице. На всех остальных, которые планируется разбить на три категории со своими коэффициентами, плата планировалась по 15, 25 и 35 рублей в час. От уплаты будут освобождены машины экстренных и специальных служб, а также машины инвалидов и местных жителей и владельцев квартир в соседних домах. В центре города, да, действительно затруднена парковка транспортных средств. С этой целью сейчас собираемся проводить проект, который называется создание платного парковочного пространства. Изначально мы его собираемся ввести на двух улицах, ну или на двух участках дорог. Это улица Радищева от пересечения с Праволыбецкой, заканчивая улицей Свободой. И сама Праволыбецкая улица от улицы Ленина до улицы Горького. На сайте госзакупок уже размещены конкурсные условия. Начальная цена контракта составляет 3 миллиона 888 тысяч рублей. Ввести здесь требования оплаты планируются с 1 июля текущего года. И, наконец, в администрации Рязани прошло большое совещание, на котором был озвучен вопрос управления создаваемым парковочным пространством. Как будет взиматься плата за парковку? Будут ли стоять паркоматы? Как производить фиксацию наличия машины на парковке и отслеживание проведенного там времени? Каковы должны быть характеристики фото- и видеосредств? Но раз уж начали обсуждать технические требования и объявлять конкурсы на ремонт улиц, значит, перемены и вправду необходимы. Покупать квартиры в домах, строительство которых находится еще в стадии котлована, бесспорно экономно, но, несомненно, рискованно. Примеров в одной лишь Рязани, когда дольщики годами пытаются добиться от застройщика сдачи в эксплуатацию дома, предостаточно. Многие из долгостроев, в конце концов, благополучно заселялись, но потраченные нервы горожанам, конечно, никто не вернет. Жилищный комплекс Дядькова. Этот микрорайон сегодня у всех на слуху. Восемь домов, два из которых благополучно сданы, правда, с большими задержками. Четыре недостроенные, а еще под два дома. Даже никто не начал фундамент закладывать. Дом, в котором я приобрел квартиру, должен был быть сдан год назад. Ну и по сей день дом не сдан. На данном этапе он представляет собой кирпичную коробку. Мы купались с сестрой, то есть здесь квартиры две. То есть, как говорится, мы разъезжались, продавали дом. И, конечно, нужно было срочно куда-то вложиться и срочно, чтобы получить квартиру еще в прошлом году. То есть, нам давали определенный срок на жилье, с которым мы должны выехать. Вот, срок прошел, сейчас, как говорится, снимаем жилье. Уже просто, ну, никаких сил нету, да, потому что репутация у этого человека говорит сама за себя. Так как в его организации, в которых он является либо учрителем, либо генеральным директором, есть еще, кроме этого комплекса, ряд долгостроев. Один из них, Грибоедово, располагается на улице Грибоедово, дом 55. Уже шестой год не могут они сдать дом по непонятным причинам. Также на улице Садовой, дом 36. И ранее тоже лет через пять был сдан дом по улице Зубковой, 18А. Были тоже какие-то непонятные причины. Подождите, подождите, тянулось все это не один год. Долгострой на Садовой, долгострой на Зубковой. И, конечно же, кто в Рязани не знает о долгостроен на Грибоедово. Все эти проекты – дело рук одного хозяина. Фермозастройщик с легкостью переступает через все ветви власти. Вся запрета закона и свободно продолжает продажи квартир, которые достраивать не хочет. Не успев закончить один проект, компания переключается на другой. Средства изымаются из оборота. Руководит компанией не по документам, но по факту. Пономарев Вадим Сергеевич. А не хочет он достраивать микрорайон по той лишь причине, что дольщики сами виноваты. Делают, мол, антирекламу жилищному комплексу. Никто квартиры и не покупают. А деньги в компанию не поступают. С застройщиком общение складывается таким образом, что мы несколько раз встречались с хозяином этого проекта. На данный момент он является бенефициаром фирмы ОМТР, но был изначально в составе учредителя. Зовут его Пономарев Вадим Сергеевич. Общение складывается таким образом, что он заявляет, что так как мы переживаем и сообщаем общественности его сложившейся ситуации в строительстве данного комплекса, он не намерен брать никакие кредиты, не привлекать никакие средства. И достраивать комплекс, никаких гарантий, что он достроит комплекс, не дает. Говорит, что с продажи оставшихся квартир я какие-то работы проведу, но не факт, что это приведет к тому, что весь комплекс будет достроен. Буквально за день до эфира нам таки удалось дозвониться до господина Пономарева. Вадим Сергеевич, к нам обратились дольщики ЖК Дядькова. Мы сейчас подготовим материалы и мы покажем их в сторону в любом случае, но нам бы не хотелось односторонне и однобоко показывать. Нам бы хотелось и ваш комментарий в ответ услышать. Давайте завтра в час где-то в 10-10-30 позвонимся и... Запишемся и встретим. Да, да, да. Но на следующий день абонент либо не брал трубку, либо был занят, либо его коллега не передал Вадиму Сергеевичу о нашем звонке. В общем, так он и передумал комментировать ситуацию. К приезду выездной проверки Министерства строительного комплекса, администрации Рязанского района, здесь на каждый дом организовано было небольшое количество строителей. Как только проверка закончилась, строители все благополучно отправились домой. Ждем мы свои квартиры, вот непосредственно мой дом уже задержка на год, остальные сроки около того. В общем, все находятся в печальных ситуациях, у всех свои проблемы. Почему мы должны слушать и там как-то понимать проблемы застройщика, когда мы свои договорные обязательства перед ним выполнили в полном объеме. Все организации, правоохранительные органы, органы власти занимаются перед нами отписками. Больше никаких движений не происходит. Сдача домов переносится с завидной регулярностью, причем в одностороннем порядке. В каждом доме, а их таких недостроенных, напомним, 6-48 квартир. С учетом непроданных, около 100 семей сейчас живут в подвешенном состоянии. Кто у родителей, кто в съемных квартирах, кто у друзей. Разве это дело? Программу такую выдвинули, ипотека, молодой семье помощь, я так понимаю, жить им негде. Ребенок уже родился, когда мы покупали, не было ребенка. Сейчас у нас уже ребенку год и два месяца, а квартиры-то нет и нет. Нет, и самое главное, что это за закон, который позволяет обобрать с 8 домов, взять по 2 миллиона рублей и остаться безнаказанным. Мы платим также ипотеку, снимаем жилье. И у нас негде уже жить, нас тоже выселяют, нам негде жить. Мы везде обращаемся. Власти нас, можно сказать, игнорируют, как можно сказать, поощряют нашего застройщика. Куда нам еще обращаться, мы даже уже не знаем. Просим отовсюду помощи. Везде одна тишина. Власти, судя по результатам строительства, к нашей проблеме особо не привлекают своего внимания. И уже готовы пойти на такие меры, что организовать здесь палаточный городок. Я думаю, тут детская площадка уже, наверное, наша, мы можем уже там жить. И как-то, может быть, таким образом привлечем уже внимание властей. Обивать пороги всех возможных и невозможных инстанций – теперь это основное занятие каждого дольщика ЖК Дядькова. А по сути ведь им было нужно всего лишь заплатить и ждать свое жилье к установленному сроку. А получили люди вместо ключей лишь фигу и ту без масла.